Друзья, всем привет! Недавно на моем телеграм-канале выходил пост по поводу конденсата на приточном клапане. Сегодня я хочу снять видео-ответ, почему такое может происходить. На примере буду показывать своего дома, потому что у меня на моем доме стоит 8 приточных клапанов. Небольшой обзор. Вот это вот у меня гостиная. Здесь вот у меня конкретно стоит 2 клапана. Там вот баня, чуть дальше вам покажу, там тоже 2 клапана. Значит, первый клапан стоит у меня вот здесь вот в углу. Вот если занавеску убрать, вот он стоит, открытый, небольшой зазор, через который сейчас поступает холодный такой прохладный воздух. И видно, что с этого клапана ничего не капает, нету никакого конденсата. Так, идем с вами дальше. Вот в этом углу у меня тоже стоит приточный клапан, точно такой же, как и там. Шведский клапан Велка. Видно, есть небольшой зазор. Тоже если руку приложить, идет холодный воздух, но никакого конденсата нет. Заходим в баню. Это у меня такая вот домашняя баня. Здесь вот у меня 2 приточных клапана. Один здесь вот, другой вот здесь. Если вы сейчас вот посмотрите, тоже нет никакого конденсата, нету никаких капель. На том фото, которое вы видели, там были капли, а здесь у меня нету капель. Хотя и в том случае, и в этом у нас клапана работают на приток. Почему? В том случае конденсат есть, а в моем нету. Потому что у меня дом работает в нормальном режиме. То есть у меня нормальная влажность. Примерно, ну в среднем, вот если взять гостиную и баню, это где-то 30-40%. При такой влажности на клапанах не может образовываться никакого конденсата. Но, если мы зайдем опять в баню, когда я включаю баню, вот у меня здесь такая печка стоит. Печка Сангенс, она может работать. Ну это электрическая закрытая каменка, которая может работать в трех режимах. Хамам, русская баня и сауна. Я ее использую либо хамам, либо русская баня. Соответственно, вот в этом помещении большая влажность. Ты открываешь, закрываешь дверь. И тогда вот в этом помещении тоже большая влажность. Вот когда здесь вот большая влажность, при... Ну вот то, что я проэкспериментировал, при температуре минус 10 и ниже, вот на этих клапанах уже может образовываться конденсата. Вот если посмотреть здесь вот, я не знаю, видно вам или нет, но вот так если приглядываться, то видно небольшой след, небольших капелек. Вот такое у меня может быть только в одном случае. Когда вот в этом помещении образуется большая влажность. Если вы эксплуатируете дом в нормальном режиме, если у вас клапан работает именно на приточку, так как он должен работать, то проблем 100% никаких не будет. Есть еще другой момент, когда на клапанах с обратной стороны, со стороны улицы может образовываться конденсат, и даже иногда могут висеть какие-то сосульки. Это происходит в каких случаях? Когда у вас клапан работает не на приток, а на отток. Клапан будет работать на отток, только в том случае, когда не работает вытяжка. У меня в моем доме стоит адаптивная система вентиляции. Здесь вот у меня вытяжка на потолке. Вот если посмотреть. В бане у меня там вообще две вытяжки. Одна находится в парной снизу, потому что у меня там вентиляция бастов. Другая находится вот там, где у меня душ. Соответственно, у меня вытяжка работает хорошо, поэтому клапана работают только на приток. Но у тех людей, у которых вытяжка не работает, соответственно, клапана могут опрокидываться, клапана могут опрокидываться, и они будут работать не на приток, а на отток. Поэтому, если вы хотите качественную вентиляцию, чтобы у вас был хороший воздухообмен, а хороший воздухообмен – это когда у вас есть приток, переток и выброс. То есть за приток отвечают клапана, если мы говорим про простую систему вентиляции, там либо оконные, либо стеновые. Переток – это зазор между дверью и полом, например, либо дверные или стеновые клапана, чтобы у вас воздух переходил в другие помещения. А забор воздуха у вас с грязных зон, такие как кухня, коридоры, может быть гардеробные даже и санузлы. Когда у вас хорошо работает вытяжка, то через клапаны будет заходить хороший, свежий, чистый воздух. Если у вас вытяжка не работает, то, соответственно, толпана работать не будет. Мы, когда делаем кому-то систему вентиляции, делаем ее всегда принудительной, делаем таким образом, чтобы вытяжка работала за счет вентилятора. Обычно это кровельный вентилятор, который устанавливается на крышу от компании Вилпа. Если вы будете так делать, если у вас будет нормальный режим, если нормальная будет влажность в помещении, то никакого конденсата у вас 100% не будет. Если у вас образуется конденсат, значит что-то непорядка. Если у вас внутри помещения образуется конденсат, значит повышенная влажность. Обычно это когда делаются какие-то влажные работы или когда дом только запускается первый год, когда там какие-то стяжки, армопояса есть, они начинают отдавать влагу, поэтому этот момент просто нужно пережить. Если у вас, например, на клапанах образуются какие-то сосудки с наружной стороны, то это уже говорит о том, что они работают не на приток, а на отток. Значит, нужно делать что-то с вытяжкой. Вот такой вот небольшой видеоролик, друзья. Если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях. А так, всем пока. Желаю всем здоровья, берегите себя, всем мира и добра. Пока!